Привет, Ули Саранхули! Сегодня вы узнаете, как добраться до съемочной площадки МБС, где снимают больше половины исторических дарам, а также сняли здесь последний клип BTS Шуги Дэ Чита. Да, сейчас поднялись просто в сумасшедшую гору, вот там впереди находится место, где снимала клип Шуга Боже, у меня сейчас легкие выплюнутся, и здесь они все вдруг резко ремонтировать начали. Да, конечно, благодаря рабочим это все не так выглядит теперь, как в клипе, но как, горы те же, здания тоже, опять же, горы те же, но вот если вот так снимать и не прислушиваться, что на фоне там плитки какие-то перекладывают, то вообще будет огонь. Ну что, почти кверху, вот здесь вот стояли чиновники в черных одеяниях, вернее, стояли на кардерачках, да, я не знаю, как это, на коленях, и Шуга на них запрыгивал здесь вот так вот по этой дорожке, рэп читал. Я прям иду по той дорожке, по которой шел Шуга, господи, сейчас вы должны поставить мне лайк, понимаете, сейчас вы должны мне поставить лайк, потому что это потрясающе. Сейчас я подойду бы внутрь этого дворца, посмотрим, как там вообще все внутри, так же, или они все-таки в павильоне снимали, потому что я не знаю, как там внутри. А вообще дворец выглядит так, как в Кенбукуне, ну и остальные дворцы эти королевские, конечно, вам такой, ну видно, натяп-ляп сделанный, вот, чисто для дарам. Тут снимали, что ли. Так, вам, наверное, нифига не видно. Неужто зайти можно? Трон короля, на котором Шуга прыгал. Сверху, как в Кенбукуне, сделали этих птичек. Там сверху должны быть золотые драконы, но они их просто нарисовали. Вот, ну так, конечно, видно, что это все-таки не настоящий дворец, но очень-очень похоже. Прикольно, прикольно. И вот тут вот Шуга прыгал весь такой, и с этими самыми, и с мечом. Вы чувствуете эту атмосферу? Нет, прикольно, прикольно. Очень интересно. Даже там подушка есть, можно сфотографироваться. Вот так вот можно посидеть на королевском троне. Здесь даже черная подушечка специальная, мягенькая. Можно съесть в позу ванна, вот так вот. И сделать вид, что вы командуете. Кстати, вид отсюда очень прикольный. У меня такое ощущение, что я попала реально в драму. Здесь очень прикольно то, что разрешили посидеть на королевском троне. И это просто мастхэв, если вы сюда доберетесь, потому что добираться сюда несложно. О том, как сюда добраться, сейчас расскажу чуть попозже. Мы сядем на пикник, и я вам все расскажу. Кстати, отсюда вид просто потрясающий, ребята. Смотрите. Круто, да? Просто обалденно. Если бы не, конечно, не стройка. Но я, наверное, гундеть буду про эту стройку очень долго. Потому что, ну блин, вот серьезно. Мы сделали рекламу этому месту и решили переложить черепицу. В самом главном, главном месте. Сейчас мы подходим к еще одной локации. Где снимали Дорамы? Где снимали клип Шуги. Сюда заезжала машина. Здесь он бошки рубил, как бешеный король. Сейчас мы зайдем вот с этой, с правой стороны. Это вообще тренировочный, типа, как это, не зал, а место, где тренировали стражу королевскую. Ну, под рамом. Вот. Ну, сейчас мы зайдем, и вы все поймете. Здесь вот ворота, они закрыты, да? Но вот там вот сбоку есть проход. Ну, и вот это место знаменитое, где машина ездила. Вон, смотрите, до сих пор еще остались свежие колеса после тачки, в которой гонял Мин Юн Ги. Видите это? Я хожу по дорожке, где ездила машина с Мин Юн Ги. Ладно, это шуточки, конечно. Ну, вот она все это выезжала. Этой машиной тут по кругу. Обалдеть, такие рытвенные. Ну, и подходим вот этой главной, значит, зданию. Вообще, по дорамам, там обычно сидел король и наблюдал за тем, что происходит внизу. Вот, в клипе Шуги. Шуга находился на том балконе, как король. И в ящиках у него были отрубленные головы. И вот здесь вот так вот сверху тоже висели отрубленные головы. Все это было вот здесь. А, с этой стороны, получается, вот так вот машина ездила. Блин, круги эти то, что остались. Я вообще, ну, немножко такой мурашки по коже. Как будто это вот было вчера как будто снято. И я тут пришла по свежим следам бегаю. Очень прикольно, кстати. То, что тут следы еще остались от машины. Очень прикольно. Ну, и вот это место, где он с завязанными глазами, в темноте, с горящими там факелами. Сейчас. Так, а как тут вовнутрь зайти? Ааа, и руки. Ой, ну тут уже, ой. Ну тут фанаты. Давайте мы попозже зайдем сюда. Вот здесь говорят, что снимали отель De Luna, Дораму, но я что-то не узнаю это место вообще абсолютно. Хотя я, в принципе, эту Дораму не досмотрела. Было интересно, но потом я что-то устала. Кстати, здесь везде есть автоматы с водой и туалеты. Очень, кстати, в горячую, в горячую, говорю, в жаркую погоду. Вот здесь есть вода и всякие напитки стоят тоже, ну, приемлемо. А ты с чем вон? Мы пойдем дальше, потому что там зависли толпа тайских фанаток, и они просто оттуда не уходят, и хочется видео красиво снять. Несмотря на то, что как бы людей практически нет, группа фанаток, наверное, человек 9 или что-то в этом роде, и они ходят просто толпой такой, и они нас обогнали. Мы просто сели перекусить, пока мы ели, они нас обогнали, и вот теперь мы, получается, ждем, когда они место осуществляют. Смотрите, как прикольно. Оп, сюда зашел. Какая интересная тут. Ну, уже людей понаехало. После обеда, кстати, очень много машин приехало с людьми. Такой проход, как будто и сверху красная крыша. А вот это, кстати, туалет. Они здесь так замаскировали, прикольно. Вааа, как прикольно. Это что-то такое. Это типа водичка такая. Сейчас вы будете ржать. Вот серьезно, вот для чего могли использовать вот это вот все. Я думала, это специально для Дорамы какое-то украшение, типа что-то с мифическим связанное. А все очень просто. Оказывается, в Корее вот этот вот, по этому рву, текла вода, естественно. И люди вот так вот рядышком садились, типа на берегах и пили алкоголь в чашках таких глубоких. Ну, таких не глубоких, а широких. Вот так вот, надо сказать. И когда допивали чашку до конца, чашку ставили вот здесь вот на речку. И она по речке этой текла, короче, обратно. Ее наполняли и потом пускали обратно в плавание. И то есть, типа, ты как будто сидишь, а чашка с вином к тебе приплывает по вот этой вот канавке. Ну, это пупец, слушайте, я такого бы никогда в жизни не была. Я, блин, тут придумала сто пятьсот мифических каких-то познаний. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, ну, это наша история. Я такая, оказывается, ты историю учил. Вот, а там еще внутри, вон, видите, созвездия какие-то. И поэтому, знаете, ну, простой турист никогда в жизни не догадается, для чего используют эти канавки. Вот. Ну, тут прикольно, конечно, сверху. Вон там еще свечи какие-то. Надо будет туда еще зайти. Здесь, походу, получается, просто сидели, отдыхали, а туда спускались бухать. Ой, эти корейцы, им лишь бы побухать. Вот. А я в прошлом своем видео говорила о том, что корейцы не алкаши. Прикольно. Вот так это выглядит с этой стороны. Тоже, ну, кто бы мог подумать. А, вон там какой-то инструмент, на котором играли, наверное. Ну, поближе потом подойду. Вообще, ну, никогда бы в жизни не догадалась, конечно. Ой, тут на этот... Ух ты! Я могу, оказывается, выйти на тот балкон, где Шуга танцевал. Ну, в смысле, танцевал. С головой этого. Ой, как оно скрипит, конечно. О, прикиньте. Сейчас я выйду, и вы поймете, куда я вышла. Смотрите. Вот здесь вот Шуга бегал с головами отрубленными. Но дальше не могу... Страшно там, вон написано, что, типа, дальше не идите, дальше не идите. Ну, сюда можно было зайти. Слушайте, прикольно. Вот здесь вот головы стояли в этих чемоданах, и он тут прыгал по этому полу. Я опять хожу, там, где ходил Мин Юн Ги. Ой, слушайте, прикольно. Капец. Здесь постройки такие приближенные ко времен силы, корео. То есть вот эти вот такие ворота с золотыми всякими вставками. Потому что в Часоне у нас краска была синяя, там больше бирюзовых оттенков было. Здесь, видите, преобладают красные и золотые, как в Китае. Вот они. Видите, как украшения какие красивые. И они смотрятся побогаче. Это было очень модно времена корео, то есть это до Часона. Вот можно посмотреть, как это все выглядело. Потому что постройки времен корео до наших дней не дожили. Ну, если только фундаменты. Вот, здесь, значит, снимали вот эту драму. Не знаю, не узнаю. Ой, здесь императрицуки снимали. Вот так вот выглядел дворец. Ну, не дворец, ну, в общем, роспись во времена силы. Потому что тут на дворях написано, что это времена именно силы. Вот, так что я правильно сказала. Здесь риски какие-то тут убранства. Не, ну, оно, конечно, круче смотрится, чем Часон. Ой, там еще внутренний дворик есть. Надо зайти посмотреть. Конечно же. Вот, а тут сразу Часон. Вот, обратите внимание, я говорю мужу, смотрите, я говорю, вот здесь у нас раскраска силы. А туда во двор сразу смотришь, вот бирюзовые оттенки преобладают. Нет, у золота это сразу Часон, можно понять. Вот мы так через ворота, раз, и перепрыгнули несколько, с одной эпохи в другую эпоху. Вау, такой прекрасный сад. Вау, че-то. У меня муж в шоке. Он обычно у меня по историческим таким местам не ездит, а ему не интересно. А вот сейчас мы приехали сюда, он прям под впечатлением, смотрите, снимает. Он даже собрался в Инстаграм что-то там выкладывать. Ну, блин, вообще потрясающе, конечно. Сейчас мы еще пройдемся, пофоткаемся. Ну, жарко, капец. Мы уже прям паримся. Я уже не знаю, куда эту маску засунуть. Вообще, мне уже она натерла до такой степени, мне уже в ней некомфортно. На час, когда выходишь на прогулку, то эта маска, ну, как бы, ок-норм. Вот, она просто, ты ее не чувствуешь. Когда ты в ней лазишь уже, паришься, сколько. Сейчас на часах 3 часа дня. Мы сюда приехали в 11. Ну, 4 часа, короче. А с 4 часа в этой маске начинает быть дискомфортно. Блин, как тут красиво. Надо пофоткаться обязательно. Вау, супер. И вон там мостики. Еще туда сейчас входим. Вот, а сейчас с других ворот, опять же, выходим вот в такой сад. Это тоже эпоха уже Чарсон. Тут даже водичка есть. Слушайте, я, по-моему, недавно какую-то драму с этого места смотрела. Здесь король с королевой встречались такие. Слушайте, прикольно. Очень красивое место. Ой, и тут беседка эта. И мостик тут такой. И мостик здесь вот такой. Обалденно. Сейчас, конечно, уже стало полегче. Но я имею в виду, температура воздуха немножко нормализовалась. И продувает прохладный ветерок. Поэтому уже гулять намного проще. Сейчас 3 часа дня. Вот. Смотрите, самый пик вообще, когда просто можно словить очень легко солнечный удар. Это с 12.30 до 2 часов дня. Это будет просто адское пекло. Да? И в августе это будет вообще жесть. А сейчас только май. Плюс 28. Вот. Сейчас мы подошли к месту, где в основном показывают больницы всякие. Там где доктора живут. Вот. И где... Господи, ну кто еще? Ну, в общем, всякие лекари. Вот. Сейчас показываю вам вот это вот их жилые помещения. Да? И вот здесь тоже поместье. У меня муж бегает вокруг меня, чтобы он не маячил на фоне. Смешно так. Ой. Я, по-моему, знаю это место. В этом месте очень знаменитую драму снимали. И, опять же, название будет снизу, потому что я не помню наизусть название. Вот так это все выглядит. Оттуда прибегал мальчишка и говорил, все, выходи, я тебя сейчас буду бошку отрубать. Вот. И так это все выглядело по месте. Вам, наверное, пусть солнце не очень видно. Но вот так. И они вот здесь вот в этом кругу прям сцепились за грудки. Ой, какая красота. Ой, здесь еще полукруглая дверька есть какая-то интересная. Какая лепнина или что это. Я не знаю, как это правильно сказать. Но оформление этого забора. То есть помимо того, что здесь круглая дверь, так еще вон лепнина какая прикольная. Вообще обалденно. Слушайте. И вот там двор тоже. То есть с одного поместья попадаешь в другое поместье. Вот здесь такое заросли. Получается типа корейские трущобы старые. Вон с соломенной крышей. Все дела. И вот это вот ива. Я уже знаю, что это ива. Мне подписчики в инстаграме подсказали. Еще у нас такое... Такие кусты растут возле дома. И я на своей прогулке спрашивала, что это такое. Вот, кстати, тут разбитое декорации. Можно видеть, что вот эти вот камни, они тоже, видите, это не камни, это какой-то как папье-маше. Видите? То есть это вот это вот все, вот этот берег, это не камни, а сделаны из какого-то... Из говной веток, извините за мой французский. Поэтому везде вот эти таблички висят, что смотрите аккуратно. Здесь находятся вот такие ворота. Обычно они участвуют в съемке какого-нибудь, я не знаю, там, фильмов про генерала, там еще что-нибудь. Сверху там стоит генерал какой-нибудь. Сюда наверх можно подняться, оттуда сверху будет красиво видно. Вот это вот все. Вот, а вот там снимали хвоюги. Смотрите, какой тут открывается вид с высоты. Просто потрясающий какой-то, нереальный. Вот эти все здания. И это только малая часть, то есть это вторая часть, по которой мы лазим. А вот там дальше вдали за Ивой, просто за ней не видно. Там же ж еще выше. Ой, ну красота вообще невесомая. А вот там вот снимали дораму Асдалия, хроники Асдалия. Сейчас мы туда спустимся, сходим, туда вовнутрь можно зайти. Очень круто. Здесь типа пещера что-то, непонятно что-то. О, та-да-дам, та-да-дам. Это типа темницы. И сверху вон как, смотрите, прикольно. Это пыточный стул. Слушайте, как прикольно. Здесь, кстати, прохладно, как в реальной пещере. Еще сюда можно зайти. Какой-то шкаф. Знаете, вот кто играет в компьютерные игры, у меня сразу вот эти вот шкафы и вот такие вот всякие какие-то непонятные штуки, кандалы-то. Кандалы. У меня ассоциируется с компьютерными играми. Типа в Zelda Skrulls, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот тут он сверху, типа, такие пики торчат. Вон там сколько ходов. А, ну, ой, я сейчас навернусь. Окно какое-то. О, я знаю. Вот эту камеру я точно помню. Здесь они, когда схватили племя, в котором Суджунги вырос, их посадили сюда, в эту камеру. И типа говорили выбрать там, кого убьют, кого не убьют. И они там все решили, что теперь они будут сами по себе, а не племя. Кто смотрел хроники Асдали, поймут. Вот, и точно это место. О, блин, прикольно. Короче, уходить они не собираются. Вот. Покажу вам с этой стороны, потому что ждать их тоже нет смысла. вот так это место выглядит. Конечно, как муж сказал, сейчас бы сюда огонь и выключить дневной свет. Я такая, ну да, ну да. Вот так это все выглядит. Здесь такой пол, по которому ходил Мин Юнги. И вот так это все сверху снималось. Оно же снималось как бы снизу. И он как бы сверху на нас такой читал рэп. Красота. Очень красиво. Само вообще место красивое. Не только потому, что здесь снимали клип. Очень круто. Ну и самое сладенькое, как вообще в это прекрасное место попасть. Значит, смотрите. Есть автобус городской. Он считается как бы городской, но он отходит от терминала Намбу Томинал. На этом терминале нужно купить билеты на автобус номер 1329. Такой странный номер. Вот. Покупаете билет, идете на 18-ю платформу, садитесь на автобус по времени, как там будет у вас в билете указано. Когда сядете в автобус, отсчитывайте ровно третью остановку. И прислушивайтесь, как только объявят, что Begum Station, то есть Begum Terminal, Begum Terminal. Вот так звучит эта остановка. Значит, это ваша остановка. Хоть и звучит это как терминал, автобусный терминал, там выходишь, обычная остановка. И с этой же остановки сразу отходит 105-й автобус. Но проблема в том, что этот 105-й автобус, он ходит очень странно. То есть он не ходит там каждый час или каждые два часа. Он ходит утром и вечером. То есть если вы приедете позже 10, ну где-то позже 10-30 вот так вот, то вы уже 105-й этот автобус не словите. Следующий автобус будет в обед в час дня. И потом после него будет автобус в 5 часов вечера. То есть вы должны знать об этом. Поэтому если вы опоздаете до 10-ти и не приедете в Begum, значит придется брать такси. Вот. Что мы, в принципе, и сделали с мужем, нам пришлось ехать на такси. Вот. Обратно точно так же вы садитесь на 105-й автобус. Ехать надо до Begum остановки. Там уже на остановке брать обратно билеты либо просто ожидать свой автобус вот этот, который будет идти городской. Там можно сразу карточкой тема не расплатиться, зайти в автобус и все будет хорошо. То есть можно даже билет не покупать в принципе. Но как бы нам сказали, что нужно покупать билет, когда мы сюда ехали. Вот. Значит, и дальше вас обратно высаживают в Намбу Томинал. Это в Сеуле, который. И все. Ну, то есть дорога довольно с одной стороны сложная, с одной стороны вроде бы просто я рассказала. Вот. Я думаю, что у вас все получится, особенно если вы знаете корейский язык. Если с языками, конечно, все плохо, то проще, наверное, все-таки передвигаться с человеком, который знает, как туда добраться. Я думаю, вы намек поняли. Вот. По поводу билетов, то стоит вход сюда в этот, именно в саму съемочную площадку, на эту саму съемочную площадку получается девять с половиной тысяч вон. Также здесь циркулирует автобус. Его обычно все корейцы берут. Мы тоже сели на этот автобус. Вот. Этот автобус стоит три тысячи вон и вас завезут на нем на самый верх. Значит, весь этот арт-объект, он находится на склоне горы, поэтому добираться самому пешком вверх идти будет очень сложно. Особенно, если вы летом, в жару, будет тяжко, очень тяжко. Мы сейчас просто помираем с мужем, вот серьезно. Вот сейчас уже 4 часа дня и как бы уже все вроде бы стало легче, но все равно на солнце выходишь еще как бы ощущаешь вот эту вот жару какую-то непонятную. Мужчина-водитель вам рассказывает, какие драмы здесь снимали в этих локациях, завозит на самый верх и как бы вас выбрасывает. И вы сверху потихонечку начинаете спускаться вниз. Вот. Это самый оптимальный уровень. Если у вас бомж-тур, то, конечно, можете автобусик вот этот не брать. Дальше. Автобус в одну сторону от Сеула до Бегам остановки, да, до Бегам хоминал стоит 5100 на одного человека. Вот. В обратную сторону тоже будет 5100. То есть, ну, где-то на дорогу вам примерно будет стоить 10 тысяч на одного человека плюс 105 автобус. Если вы на автобусе будете добираться от остановки Бегам до этого места, на городском автобусе где-то выйдет около 3000 вон. Если будете добираться на такси, то такси в одну сторону обойдется в 10 тысяч вон. Вот. Ну, примерно вы уже будете знать сколько это обойдется по деньгам. Я думаю, вам понравилось это видео. Всем спасибо большое за просмотр и до новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok